Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Это видео будет состоять из двух частей. В первой части я постараюсь еще раз подсуммировать суть моей темы. В второй части речь будет идти об окончании Д. Это 13 окончание из 22. Вы знаете, что всего в моей методике 22 окончания. Моя методика называется методика двух сит. Поймать слово в ситечка значит определить его род. И это и есть наша цель. И вот для этого у нас есть два ситечка. Первая ситечка включает в себя все уже известные в немецкой грамматике окончания. Их всего 83. Это минимум. Но суть заключается в том, что в первая ситечка большое мы ловим 86% слов, у которых есть какие-то определенные окончания или же какие-то определенные смыслы, которые их относят к тому или другому роду. Например, окончание ум. Такое слово die Prüfung. Например, мы знаем, что оно женского рода, потому что у него есть окончание. Например, слово die Lektion тоже женское окончание. И он тоже мы знаем, что оно относится к женскому роду. Смысл, например, слова der König. У него нет окончания, но по смыслу мы знаем, что это слово может быть только мужского рода. И вот таким образом мы ловим слова в первая ситечка. Если же слово не имеет ни окончания, ни смысла, которое отнесло бы его к тому или иному роду, то тогда мы используем ситечка поменьше. И уже в это ситечка мы ловим все остальные 14% слов. Про них сказано в грамматиках немецкого языка, что, к сожалению, их нужно заучить на память. То есть это полторы-две тысячи слов нужно будет выучить на память. Ну и больше. У кого больше словарный запас, то больше. А я думаю, что нужно создать второе ситечко поменьше, в которое мы поймаем все остальные 14% слов, у которых нет грамматически признанных окончаний или смыслов, которые отнесли бы их к тому или иному роду. В наше ситечко поменьше относятся 22 всего окончания. Небольшое, вы помните, 83 окончания, а здесь всего 22. И их запомнить легко, поскольку это почти все буквы, которые есть в алфавите, на которые могут заканчиваться слова в немецком языке. И также иногда это сочетание букв, которые передают звук, например, СЦХ, ТСЦХ, передают звук ШИ или ЧИ. Но интересно, что все эти буквы согласные, они все относятся к мужскому роду. Поэтому очень легко запомнить все слова, которые относятся к маленькому ситечку. То есть слова, которые заканчиваются на гласную в немецком языке, даже если они не имеют грамматически признанного окончания, они будут мужского рода преимущественны. И также сюда относятся к мужскому роду. Также относятся к окончанию У, И. То есть это уже окончание, когда идет на гласную букву. К женскому роду относятся окончания А, так же как в русском или украинском. И окончание Э, АЭ. Это типично женские окончания. И как окончание среднего рода относятся окончания О. А все согласные, они относятся к мужскому роду. И вот теперь вторая часть видео. Давайте разберем тринадцатое окончание, окончание Д. И на примере этого окончания посмотрим, как работает большое и маленькое ситечки. К окончанию Д, грамматически признанных окончаний, которые могли бы нам помочь поймать слова в первое ситечко, там где 86% слов, то вот таких признанных окончаний нет. То есть нет таких окончаний, в конце которых стоит буква Д. Но по моему мнению, есть некоторые окончания, которые бы можно было бы отнести к этому большому ситечку. Это окончания РЫДЫ, НЫДЫ и ЛЮДЫ. И вот давайте посмотрим. Вы видите, что слова, которые заканчиваются на РЫДЫ, они будут преимущественно мужского рода. Из них есть исключения несколько. Но опять же, эти исключения можно к исключениям даже не относить. Потому что это слова, которые по смыслу и так все равно могут быть только среднего рода в основном. И также хотела бы сказать, что, например, даже такое официально установленное окончание, как УМ, ИОН и так дальше, они тоже имеют исключения. Например, ДЕДАСЛАМПИОН, мужского или среднего рода, но не женского, хотя должен быть женского. И такое как слово, когда что ДИОН, тоже должно быть женского рода, но оно среднего рода. Так что чуть-чуть исключений есть даже из официально установленных окончаний. И вот давайте разберём исключения. Первое это слово ДАСБИЛЬЯРД. Отдельно можно не запоминать. Это игра, поэтому она в любом случае будет среднего рода в немецком. Следующее слово ДАСБОРД. Оно произносится на английский манер, поэтому оно среднего рода. И также потому, чтобы у нас не создавалось впечатление, что это такой БОРД, при помощи которого, то есть доска, при помощи которой можно переносить информацию, как ДИТАФЛЬ, то есть как доска классная. Точно так же ДИДЕФАУДЕ, ДИВИДИДИСК, тоже будет женского рода. Вот чтобы не возникало такой ассоциации, это слово среднего рода. И ДАСБОРД означает доска для серфинга или же доска для сноуборда. Следующее слово, вот это нужно запомнить, это слово ДАСБОРД. КОНЬ, это исключение из названия животных, и вот это слово будет среднего рода. Это мы с вами разобрали окончание РЫДЫ. Также есть окончание НЫДЫ, слова, которые к нему относятся тоже мужского рода. И вот давайте разберем исключение. Например, такое интересное слово, которое имеет три рода. Слово ДАСБАНД. Если это ДЕРБАНД, то есть мужского рода, это ТОН КНИГИ. Это что-то важное, официальное, поэтому мужского рода. Слово ДАСБАНД, ленточка, будет среднего рода. А когда это слово становится женского рода, то читается на английский манер ДЕРБАНД. И означает музыкальную группу, что-то творческое, лирическое. Следующее исключение слова ХАНД, КИСТЬ. И как легко можно запомнить, есть две части руки. Есть ДЕРАРМ, то есть от плеча до кисти. И есть ДИХАНД. И вот то, что ДИХАНД, это то, чем что-то делают такое искусное, вышивают, вяжут и так дальше, это будет женского рода. А то, чем защищают, обнимают, это будет мужского рода. Можно себе так просто запомнить. Следующее слово ДИВАНД, это стена. И вот это интересное слово, которое должно было бы быть мужского рода, потому что означает защиту, за стеной можно спрятаться, на неё можно опереться. Но это слово, которое женского рода и относится, по моему мнению, к тем словам, которые, вот как я вам говорила, в которых есть много силы, опасности, много страдания. Вот эти все слова женского рода. Следующее исключение среднего рода, слово ДАСЛАНД. Вы знаете, что это страна и что все страны за счёт слова ЛАНД, и даже без этого слова, то есть в названии которых нет этого слова, они будут среднего рода, большинство стран, то есть среднего рода. Поэтому слово ЛАНД, уж, конечно, будет тоже среднего рода. Следующее исключение слова ДАСГЕВАНД. Тут вообще можно ничего не запоминать, это префикс ГЕ. Чаще всего такие слова среднего рода, поэтому у меня будет отдельное видео. Слово ДАСБУНД и ДЕРБУНД. Если ДАСБУНД, это связка, охапка, это слово, которое означает единственного числа, но обозначает, включает в себя большое количество чего-то, каких-то предметов, как и слово ДАСМОЗАЙ. Это целая группа слов, которые вот образуются по тому же принципу. Они все среднего рода. Если же это будет союз людей, группа людей, то это будет уже ДЕРБУНД. Следующее исключение слова ДАСКИНД. Тоже можно не относить к исключениям, так как все детеныши, животных, людей, все они будут среднего рода. Слово ДАСРЫНД, крупный рогатый скот, тоже это обобщающие понятия, которые включают в себя много разных видов животных, поэтому, конечно же, тоже все такие обобщающие понятия среднего рода в немецком. Следующее исключение слова ДАС ЭЛЛЕНД, беда, тоже можно отдельно не запоминать, потому что это субстантивизированные прилагательные, как и слово ДАС ГУТ, ДАС ВОЛЬ, они абсолютно все, 100% будут среднего рода. Следующее исключение слова ДАС ТАУЗЕНД и ДАС ДУЦЕНД, когда они обозначают не как оценку, можно получить Я получил там двенадцатку, десятку, семерку, вот когда не в таком смысле подразумевается, когда, например, там была сотня людей в каком-то помещении, то тогда мы говорим о том, что вот эта сотня, там уже вот эта тысяча, и сотня точно так же ДАС ХУНДАРТ будет среднего рода, и точно так же ДАС ДУЦЕНД. И следующее исключение слова ДАС ПФОНД, его самое частое значение это полкило, то есть это мера веса, все меры, вы знаете, будут среднего рода в немецком, поэтому отдельно можно не запоминать. Следующее окончание, окончание ЛЮДЫ, также все слова, которые относятся к нему практически, все будут мужского рода. И давайте разберем исключения. Слово ДАС ГОЛЬД, золото, все химические элементы, вся таблица Менделеева, можно отдельно не запоминать, они 100% будут среднего рода. Следующее слово, слово ДАС ШЕЛЬД, и оно также есть ДЕР ШЕЛЬД. Если это ДЕР ШЕЛЬД мужского рода, это панцирь, например, у черепашки, а если это ДАС ШЕЛЬД, то это табличка или вывеска, тогда оно будет среднего рода. И оно относится, почему оно среднего рода, потому что относится к группе слов, которые похожи на книгу. Вы видите таблицу, в которой написаны все такие слова. Ну, еще там, несомненно, есть еще какое-то количество таких же слов, которые относятся к этой группе. И сюда же относится слово ДАС БЕЛЬД, которое тоже среднего рода. Также слово ДАС ГЕЛЬД, это абстрактное понятие. Абстрактное понятие чаще всего среднего рода в немецком. И это такое тоже, можно сказать, и обобщающее понятие. И также это слова, которые по типу ДАС МОЗАИК, которые единственного числа, ДАС БУНД, например, которые единственного числа, но они включают в себя большое количество разных предметов. Вот они все среднего рода. Следующее слово, слово ДАС ФЕЛЬД, можно просто отдельно запомнить, что это слово среднего рода. То есть поле, это может быть поле, на котором растут цветы, а также поле, которое в физике, поле, у него есть много разных значений. Вот это слово среднего рода. Все остальные, у которых есть окончания ЛИДД, будут мужского рода. И также это мы с вами разобрали, те слова, которые легко можно поймать в большое ситечко мужского рода. Есть также слова женского рода, которые можно поймать в такое же ситечко. Это слова, которые имеют окончания УЛЬД, ДИШУЛЬД и ДИГЕДУЛЬД. Исключений нет. И также окончания ГЕНДД, ДИЮГЕНД, ДИТУГЕНД и ДИГЕГЕНД, они тоже все 100% женского рода. И также есть еще окончания ГДДД. ДИЯГД, ДИМАГД и ДИАСМАРАГД. ДИЯГД и ДИМАГД будут женского рода, поскольку у них есть окончания ГДДД. А ДИАСМАРАГД будет, конечно же, мужского рода, потому что это слово, которое обозначает камень драгоценный. А все камни вообще в немецком будут мужского рода. И также есть в это же большое ситечко, можно поймать слова, которые заканчиваются на Э плюс один согласный. То есть такие ДАС МОПЕД, ДАС ПАРАЛЛЕЛЕ ПИПЕД. То есть такие вот слова, вы видите таблицу. Я вам говорила о том, что существует такая интересная группа слов, когда Э плюс любой согласный. И также есть еще группа слов, пока что там я нашла только два слова, которые заканчиваются на Э плюс два согласных. Вот они тоже 100% пока что среднего рода. И также теперь мы можем добавить все слова, которые не поймали в большой ситечко, можем использовать маленькое. И вот к маленькому относятся слова, которые заканчиваются на какой-то гласный плюс Д. Такие слова, они тоже преимущественно мужского рода, но есть, конечно, исключения. Давайте разберем исключения. Исключения среднего рода, ДАС ГЛИД, это член, участник. Как бы сразу мы ищем в любом слове глагол. Мог ли это быть изначально глагол? Мог это ГЛИДРУМ, то есть расчленение или деление. И вот если бы это был ДАР ГЛИД, то тогда у нас сразу возникала бы ассоциация, что это что-то такое, что является результатом процесса расчленения или деления. Например, вот как ШТЕЙН, это стоять, а ДЕРШТАНТ, это уже будет осанка, стойка. Чтобы у нас не возникало ассоциации, что это какой-то вот результат деления, то поэтому это слово ДАС ГЛИД, член, участник, это слово будет средний ворот. Следующее исключение это слово ГОРЕ, ДАС ЛАЙД, и от него исторически образовалось слово ДАС ЛИД, песня. То есть это один из способов переработки, внутренней психологической проработки этого ГОРЕ. И также есть слово ДАС ЛИД, которое очень похожим образом читается, но по-другому пишется. Это новый контакт, новый покупатель, например, которого предприятие приобрело при помощи маркетинга. И вот еще мы знаем, что ДАС ЛАЙД, ДАС ЛИД, ДАС ГЛИД, эти все слова будут среднего рода. И такое же слово ДАС КЛАЙД, то есть когда мы ДАС ЛАЙД добавляем К, то получается ДАС КЛАЙД, это одежда или платье, тоже оно будет среднего рода. Слова ДАС БАД и ДАС РАД, ВАННА и КОЛЕСО, они вот будут тоже среднего рода. Можно просто запомнить, что такие слова будут среднего рода. Слово ДАС ПАД, то есть ватный диск, и ДАС АЙПАД, то есть такой гаджет, тоже будут среднего рода за счет слова ДАС ПАД, которое читается на английский манер. Также интересная группа слов, которые на РОИД заканчиваются. И если это у нас что-то, что имеет отношение к человеку или является небесным телом, то есть тогда, конечно, оно мужского рода по смыслу. Например, ДАС ТЕРОИД или ДАНДРОИД. Но если же это не имеет отношения по смыслу к человеку, то эти все слова будут тоже среднего рода. И получается, что у нас ДАС ЭЛИПСОИД, ДАС ПОЛЯРОИД, ДАС ЦЕЛЛОИД, по такому же принципу работы, это кончание ЦИД, то есть убивать. Если это относится к убийству, то это будет ЗУИЦИД или ГЕНОЦИД. Если же это относится к, например, насекомым, то это будет ДАС ПЕСТИЦИД, ДАС ИнЗЕКТИЦИД. Следующее исключение слова ДАС ЙОД, опять же, можно не запоминать отдельно, это химические элементы с таблицами Менделеева, конечно же, он будет среднего рода. И есть еще три слова, которые вмещают в себя по два слова. Это, вы знаете, что все такие слова, как ДАС НОУХАУ и так дальше, они все будут среднего рода за счет того, что в них есть два слова, это совмещение двух слов. И сюда относятся ДАС КЛАЙНОТ, ДАС ХОЛИВУД и ДАС ФАСТФУД. Вот эти слова будут среднего рода. Также есть исключение женского рода, вот в этом маленьком ситечке сюда относятся слова ДИ ШНАЙД, это УДАЛЬ или СМЕЛОСТЬ, опять же, относятся к тем словам, в которых много отваги, смелости, силы, страдания или даже опасности. И также слово ДИ АПАРТЕИД, как это ни странно, тоже к этой же группе относятся, и оно будет тоже женского рода. Вот эти все окончания можно отдельно, кому это сложно или неинтересно, можно не запоминать. И вы можете просто себе запомнить, что слова, которые заканчиваются на Д, вот по принципу этого маленького ситечка, там где 22 окончания, если слово заканчивается на Д, просто оно мужского рода. И все. А исключения мы с вами разобрали. Какие? Если вы встретите зритель на это исключение или на слух услышите, то, конечно же, вы вспомните, относится ли это слово к исключениям, по смыслу, возможно, или вот к тем группам слов, которые я вам называла, которые являются только среднего рода или только женского. Вы можете сразу услышать и вспомнить. Вспомнить эти видео, и тогда, конечно же, узнать, это слово относится ли к мужскому роду или оно относится к исключениям. И если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой YouTube-канал. И я желаю вам много успеха с учетом Deutschsprache. Чусь!